День знаний. За партой в школах по всей республике сели почти 60 тысяч детей. Смертельно опасный дефицит в республике обеспокоены проблемой нехватки льготных лекарств. Идет охота. В Хакасе официально разрешен отстрел пернатых. Сегодня в республике официально дан старт новому учебному году. За школьные парты сядут более 58 тысяч учеников. Первоклашек значительно больше, чем в прошлом году. В середине двухтысячных наблюдался рост рождаемости в России. Лидер по количеству первых классов – 25-я Баканская школа. Самая большая в городе и республике. Сегодня здесь на торжественной линейке побывали первые лица республики. В этом году в 25-й школе семь первых классов. Это около 200 малышей. Но для самого большого образовательного учреждения города это не рекорд. Когда-то набирали и по девять первых классов. Приняли практически всех, кто изъявил желание, стремление родителей отдать свое чадо. Именно сюда вполне объяснимо. Школа – одна из лучших в Абакане. Гордостью школы, безусловно, являются наши выпускники. И поскольку это самые любимые, наверное, самые талантливые, самые добрые. Мы помним о каждом выпускнике нашей школы. Этот год у нас особенный. 22 ученика стали обладателями медалей. Ребята получили у нас сегодня 14 медалей. Это золото, 8 серебро и 10 аттестатов особого образца. Поздравить первоклашек с началом нового учебного года прибыли градоначальник Николай Булакин и глава республики Виктор Зимин. Слова напутствия звучали в адрес будущих выпускников и тех, кто только делает первые шаги в мир знаний. И как воспитанные гости, руководители пришли не с пустыми руками. Вашу школу в ближайшее время тоже ждут приятные перемены. Мы долго советовались с министром, с вашим любимым мэром, с нашим любимым мэром. И приняли решение. Помните, мы долго совещались и я решил. К следующему учебному году ваш спортивный зал будет укомплектован самым современным спортивным инвентарем и оборудованием. И это будет образцовый спортзал республики Хакасия. По традиции в конце линейки ответное слово предоставили главным действующим лицам мероприятия – первоклассникам. Звенит звонок, все громче и сильней, какая трель над миром разливается. Ты думаешь, распялся соловей? Не соловей, уроки начинают. После школьного звонка ученики начальных классов отправились на свой первый урок. В этом году во всех школах республики он был посвящен теме «Я и моя малая родина». Олесь Калинченко, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. На южной дамбе Абакана вновь произошло ДТП со смертельным исходом. В субботу утром в лобовом столкновении автомобилей погибло два человека. Иномарка Nissan Sunny ехала со стороны Абакана в Белый Яр. По неизвестным причинам водитель не справился с управлением, наехал на ограждение справа, после чего вылетел на встречку, по которой в тот момент ехал МАЗ. За рулем грузовика сидел житель Минусинска. Все, кто находился в легковом автомобиле, погибли. Сегодня рабочий день в правительстве Хакасии начался с внеочередного совещания. Причина такой срочности – массовое обращение жителей к главе региона с жалобами на нехватку льготных лекарств. Власти признают, проблема с бесплатными медикаментами в республике есть, и ее нужно срочно решать. Каким образом, выясняла Ольга Стельмах. – Обещаете? – Обещаю. – И ни в таких аптеках, не знаете, нет? – Нет. Льготных лекарств нет, когда будут – неизвестно. Эту фразу жители Хакасии слышат практически каждый день. Раиса Горбачева в числе региональных льготников оббивает пороги аптек. Бороться с серьезными проблемами со здоровьем на мизерную пенсию не выходит. – Разочарование приходит. Приходишь, и ничего нет. Нет денег. У них нет, у нас тоже нет. Вот так вот и учимся всю пенсию и будем на лекарства только расходовать. Ситуация с бесплатными лекарствами действительно зашла в тупик. В правительстве республики срочно собирают совещание. Первой мэрини Смолиной, заместителю главы Хакасии, отчитывается Минздрав. В 2013 году на закупку льготных препаратов регион выделил 134 миллиона рублей. Еще 52 миллиона – для страдающих сахарным диабетом. Это лишь по плану. На деле количество льготников резко увеличилось. Препараты и без того, не из дешевых, подорожали. Ко всему прочему, бюджет региона недополучил по налогам. Сегодня Минздрав признает – не справляется с потоком льготников. За полгода у нас в республике Хакасии почти появилось тысячу человек, которые в основном – это сахарным диабетом страдающие люди и онкологическими заболеваниями. И я бы еще раз хотел обратиться к тем людям, чтобы они не уходили с федеральной льготой, потому что тогда нам будет проще, и им будет проще, легче получить лекарственные препараты по федеральной программе, чем из региональной. До сих пор не погашена кредиторская задолженность перед поставщиками еще за 2012 год. К проблеме подключился Минфин. Республика ищет резервы. В настоящее время в аптеках находится лекарство на 17,5 миллионов рублей по региональной льготе и по сахарному диабету в объеме 5,4 миллиона рублей. Я думаю, что у нас есть все основания для того, чтобы максимально закрыть отложенный спрос. Между тем, финансовый вопрос далеко не единственный. Льготная система Хакасии считает, Росздравнадзор нужен тщательной контроли планирования. Ведь зачастую республика закупает те медикаменты, рецепты на которые вообще не выписывают. Деньги отличены, препараты есть, но больными, докторами эти препараты не востребованы. Еще одно условие для нормальной работы считают в Росздравнадзоре ввести так называемый отложенный спрос. Льготник может оставить рецепт в аптеке, и как только препарат поступит, больному сообщат об этом по телефону. Впрочем, уверяют в аптеках, такой метод давно действует. Вот только почему-то сами жители об этом не слышали. Один раз за год получила льготное лекарство, а сейчас пришла, его нет. Но не ставят на срочное обслуживание, не ставят. Вот это сейчас, при съемочной кампании, сейчас поставили. Ирина Смольна потребовала от директоров аптек должного отношения к посетителям. Пока проблему решают во властных кругах, держать ситуацию под личным контролем. Не должно быть такого, когда я наблюдала в аптеке, отшвыривание рецепта. Идите, не мешайте работать. Это что за обращение такое? Меняйте людей, если они не справляются с этой задачей. Ольга Стельмах, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Последний день лета почти для 40 черногорских семей стал вдвойне радостным. Люди отмечали День города и одновременно праздновали открытие нового многоквартирного дома, в который переедут уже буквально через месяц. Трехэтажный на 36 квартир кирпичный дом возвели в девятом поселке Черногорска. Переселят сюда жители нескольких аварийных бараков. Постройкам уже около 80 лет. В зданиях протекают крыши, стены, в трещинах окна покосились. Переселение готовилось несколько лет. И вот в конце сентября новоселам вручат ключи от новых квартир. Мне очень понравилось. В общем-то, о такой квартире можно мечтать. Нам самим такую квартиру не купить и не сделать. Открытие этого дома в Черногорске далеко не последнее. Только в этом году в новые квартиры переедут около 150 человек. В целом же, проблему аварийного жилья в городе угольщиков планируют решить в 2017 году. Россия необходим национальный прорыв. Под таким лозунгом в Москве прошло заседание пленума Центрального полицовета партии «Патриоты России». Представители движения планируют разработать программу, в которой будут прописаны конкретные цели и задачи. 29 августа в Москве состоялся пленум Центрального полицовета политической партии «Патриоты России». На нем был рассмотрен вопрос о заявлении Центрального политического совета партии «Патриоты России». На пороге кризиса России необходимо правительство национального прорыва. В работе пленума приняли участие руководители ряда региональных отделений партии. Сегодня Центральный полицовет партии «Патриоты России» принял соответствующее заявление. Мы считаем, что в стране сложилась предкризисная ситуация. Все социально-экономические показатели красноречиво нам об этом говорят. Мы поставили несколько важных главных задач перед развитием страны. Это здоровье и жизнь человека, это повышение уровня и качества жизни, это богатство регионов и решение острых социально-экономических вопросов. И в том числе вопросов, которые преодолевают этот кризис. И мы впервые начали говорить о стратегии развития страны на ближайшие десятилетия. Это национальный прорыв. Исходя из этого, нам необходимо правительство национального прорыва, нам необходимо провести ротацию всех кадров органов власти и управления по вертикали. И, конечно, развернуть социально-экономические, научные и технологические проекты во всех отраслях и во всех регионах. «Патриоты России» намерены сформулировать программу, систему мер и предложить ряд законодательных инициатив, позволяющих стране совершить национальный прорыв. Партия планирует предоставить эти документы на осеннем съезде в 2013 году и вынести их на широкое обсуждение. В Хакасии открыт сезон охоты на пернатых. По информации Республиканского комитета по охране животного мира, в республике разрешение получили почти 14 тысяч охотников. Практически во всех районах республики, но в специально отведенных угодьях, сейчас охотиться можно на степную, луговую и водоплавающую дичь. Закон разрешает это до 31 октября. А вот ходить с ружьем на боровую птицу, на того же глухаря или тетерева, можно на месяц дольше, до 31 декабря. Впрочем, выстрелы на местных просторах слышны будут вплоть до самого лета. Сейчас боровая водоплавающая, до ней пойдет заяц, копытная, соболь и лекового отдыха, для нас работа. Между тем, инспектор в очередной раз предупреждает любителей старинной забавы не забывать в азарте о нормах закона. Ведь наказанием предусмотрены не только штрафы, но и конфискация лицензий на отстрел. Не нарушать, например, территории охот угодий, ведь природа в Хакасе, особенно в заповедных местах, уникальна и первозданна. К этому часу у меня все новости. Напомним, завтра на канале «Россия-1» в 10 часов 30 минут в прямом эфире пройдут политические дебаты кандидатов в депутаты Верховного Совета Хакасии от политических партий. Не пропустите. Хороших вам вестей. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин